всем привет хочу показать вам снеговичка вот такого я вышила снеговичка от design works я уже показывала в предыдущих видео что на новогодние праздники буду вышивать но как раз новогодние праздники я приболела и сижу дома вышиваю вот такой первый снеговичок у меня получился я уже говорила не могу вышивать без разметки опять не разметила канву в принципе все нормально но почему-то шарфик получился чуть-чуть короче чем должен был получиться но в принципе если бы я не сказала конечно бы никто не заметил этого но я то знаю как должно быть но не стала ничего исправлять в принципе и так нормально в общем первый снеговичок хорошо у меня пошел быстро и я приступила ко второму снеговичку помните я вам говорила что неудобно держать большой лист в руках устает рука девчонки написали мне 7 раз отмерь один раз отрежь но знаете что интересно в принципе что тут отмерять до когда вот здесь отступила одну клеточку и отрезала но у меня остался маленький кусок которого явно не хватит на четыре снеговичка здесь вот этот вот кусочек пошел у меня на второго снеговичка и еще 44 здесь явно не умещаются а все потому что я отступила вот видите раз два три четыре и вот сюда один я отступила 4 клеточки а нужно было отступить одну то есть настолько рассчитана была схема всех снеговичков впритык а между ними один квадратик и по из краю тоже должен был быть один квадратик а я видите оставил 4 то есть нужно было впритык вышивать краю именно поэтому у меня не уместится все шесть снеговичков но это не проблема девчонки говорят такую пластиковую канву продают в леонардо но единственное что я болею не могу съездить но мне не горит в общем буду вышивать я вообще не знаю хватит ли меня на 4 снеговичка потому что хочется уже повышивать крестиком на конве не на пластиковый а на аиде или на равномерки повышевать как-то на пластиковый канве несколько работ подряд мне вышивать сложновато меня тянет уже к моим работам к моим картинам вот такой снеговичок посмотрите без бэкстича эти снеговички совсем смотрятся по-другому вот этого снеговичка я не сфотографировала без бэкстич и потом с бэком а вот этого снеговичка если не забуду сфотографируем вот мне осталось закончить немножко вот видите вот эти места не зашиты это все зашивается белыми нитками то есть полностью я вышила осталось мне заполнить вот эти фрагменты и в В принципе, все, снеговичок готов. Очень много бэкстича, так же, как и здесь. Но бэкстич, само собой, счетный, потому что здесь между квадратиками некуда иглу воткнуть. В общем, с бэкстичем я быстро разберусь и сделаю фотографию до и после. Вот этого снеговичка, конечно же, нужно было вам показать без бэка, но я болела, гундосила и не стала снимать видео, хотя, в принципе, и сейчас еще не очень хорошо говорю. Но все-таки снимать нужно, иначе продвижения-то по процессам не будет. Будет опять видео только о готовых работах. Ну, в общем, вот так продвигаются мои дела. Пока ничего другого не вышивала. Вот на этого снеговичка у меня ушло 3 дня. А вот этот снеговичок 2 дня. Ну, все правильно, и третий день будет бэк. Тоже, получается, 3 дня. Но, поскольку были выходные, я вышивала много. Ну, вот смотрите, да, как судить большие работы и маленькие работы. Иногда в маленьких работах, особенно если они на 18-й конве, если еще какая-то выкладная нить, коучинг, кординг. Там, ну, представляете, да, сколько работы, вот особенно в елочных игрушках, как у Маринки Прок. Я считаю, что там вообще очень такая кропотливая работа, и времени на нее уходит не меньше, чем на большую работу. Во всяком случае, я вышивала большие работы, и если сидеть впритык, когда много выходных, то за месяц можно большую работу вышить. И вот такие вот, получается, снеговички. За месяц 6 снеговичков. В принципе, тоже как одна большая работа. Вот, поэтому я не вышивала как-то маленькие работы, вот такие вот, и думала, что они вышиваются очень быстро, а на самом деле не так уж быстро они и вышиваются. Как хотелось бы. Как кажется. Хотя здесь 14-я конва. Здесь пластик, 14-я конва. У Маринки Прок все на 18-й конве. Вышиты игрушки от Dimensions. Мне тоже захотелось. Я заказала на Алиэкспресс игрушки. Что-то долго они идут. Я загорелась, когда Маринка вышивала. Мне тоже захотелось. Я вышивала года два назад игрушки, но я там сама что-то мудрила. Вот, сама какие-то схемки находила. Ну, а сейчас хочется уже вышить какие-то красивые из наборов. Ну вот, вышила я второго снеговичка. Ушло у меня на него тоже 3 вечера. Вот такой получился снеговичок. Сейчас вы видите фотку до бэкстича и после бэкстича. Вот видите, как преобразился снеговичок после того, как сделал бэкстич. Так, ну что я хочу сказать. Немножко устала я вышивать на пластиковой конве. Я думаю, нужно приостановить этот процесс и заняться чем-нибудь другим. Так, какой же процесс мне взять в работу? Спрашивали, как поживает мой барс от Dimensions. Слабонервных прошу не смотреть. Зая, зачем ты пеленку опять вот... Зачем пеленку-то сдернула? Я же все замотала, а вы опять мне размотали. Все провисло. Да, Ричард, да что же вы мне творите? Вот слышите, он мне тут копает. Вы мне видео дадите снять? Нет? В общем, вот так расположилась тут зайка. Здесь у меня корзиночка. В этой корзиночке лежат процессы. А здесь натянут мой снежный барс бедный. Семейство кошачьих спит. У нас мороз, они впали в спячку. Все, забрала я станок. Картину почистила, постелила в корзинку одеялко. И пусть кошечки теперь вот так спят в этой корзинке. Я понимаю, что им больше нравится спать в гамаке на моем станке. Но я не могу уже им дать на растерзание свою работу. Пора ее вышивать. В общем, привела я в порядок своего барса. Почистила. Вот этим валиком я очищаю. Ушел у меня почти весь рулон. Да, много было волос от двух кошек. Думала, не очищу, но ничего. Все нормально, все в порядке. Немножечко пострадали вот эти резиночки. Это боковая натяжка от Алины. Вот видите, как я закрепила, да? Но поскольку кошки здесь спали, немножечко резиночка повредилась. Но натяжка еще нормальная. У меня, в принципе, есть вторая. Я покупала два комплекта. Ну, в общем, ничего страшного не произошло. Буду вышивать барса. Я, кстати, уже повышевала. Я вам не показала сразу. Нужно было показать вам вчера, но что-то вчера я забыла снять фрагмент. Вышивала я вот этот носик. То есть у меня было вышито вот так. Вот этот рот и нос не был вышит. Вот этот участок я вышила вчера. Вообще работа продвигается очень быстро. Сам по себе процесс мне нравится. Давно не вышивала на станке. Так, вот он хвост тут кошачий. Уже караулит, когда можно лечь на станок. Нельзя, больше не разрешу. Теперь он у меня вот так стоит. Вот в таком состоянии. Чтобы кошки сюда не ложились. Я его накрываю и убрала вот на подоконник. Так, убрала с стола. Смотрит в окошечко, любуется. Что там за на улице творится? Мороз на улице. 19, завтра 21. Так, ну в общем, так классно в такой мороз сидеть дома, вышивать. Что хочу сказать об этом процессе. Вышивается все очень легко. Вот здесь только фрагменты. Полукрест в три нити. Потом крест идет в две нити. И вот такие смешения техник я не очень люблю. Потому что, когда вот так смотришь, то непонятно. Крестики, полукрестики. Но когда работа будет закончена, здесь еще бэкстич будет. Все будет смотреться нормально, логично. Но вот так, когда смотришь, такое ощущение, что я что-то не дошила, что-то не доделала или напутала. Ну, в общем, вот здесь на подбородке вот такие фрагменты. Немножечко непонятные. И вот эти вот снежинки. Где-то идет полукрест в четыре нити, где-то в шесть нити. И бывает вот они одиночные. И закреплять вот эти вот одиночки очень сложно. Если, например, в три нити, то толстые получаются такие закрепки. Не получается микро стежком закрепить. Ну, в общем, иногда делаю все-таки узелки. Так, уже волосинка кошачья. Ну, даже где-то попадутся кошачьи волосинки, то будет у меня настоящий барс волосатый. Ну, а куда одеваться? Ну, в любом случае, не знаю, это же живые существа. Я, конечно, понимаю, вышивка вышивкой. Но, мне кажется, животные важнее. Девочка моя, отобрали, да, у тебя станок. Ну что, придется накрыть. Чехол-то я еще не сшила. Вот, любимые мамочки дети мне полотенчики дарили. Когда-то давным-давно я смотрела YouTube. И кто-то говорил из блогеров, ненавижу эти станки, накрытые полотенчиками. А что делать? Выгорит все, на подоконнике стоит. Тут не то, что от пыли даже, а от солнечного света надо прикрыть. Что поделаешь, если я еще не сшила чехол? Прошел еще один день. Повышевала я немножечко свой кружевной букет от Нитекс. Это мой дорожный был процесс. Несмотря на то, что он огромный, вышивается все очень легко, цветов мало. А канва такого у меня кофейного цвета. Поэтому в дорогу на дачу очень удобно было его брать. В общем, вот столько у меня уже вышито. Я не могу сказать, что это половина. Почти половина. Почти половина вышито. Давно не показывала я вам продвижение. И летом тоже не показывала. Очень я переживала по поводу того, что цветы сильно коричневые, мало белых цветов. Но вот сейчас уже мы приближаемся к светлому участку. Вот здесь будет больше белого. И вот тоже издалека так, в общем-то, вырисовывается картина, похожая на превью. Вообще, кто вышивал этот букет, у кого есть уже готовая картина, все довольны. Когда начинали вышивать, многие говорили, что цвета темные. Но потом, когда смотришь издалека готовую работу, то, в принципе, выглядит все нормально. В общем, получается, что я вышивала вчера вот этот фрагмент. Немножко непонятно, что здесь. Ну, понятно, что это листочки. Но вот такие фрагменты скучновато вышивать большие, когда зашиваются вот так большими пластами. С одной стороны, легко, а с другой стороны, очень классно, когда рисунок быстро вырисовывается, вот мелкий рисунок, и уже видишь то, что получается. Сложность, конечно, в этой картине. Так, кто ползет ко мне сюда? Чего ты сюда подползаешь? Уйди. Я его выгнала, так он теперь медленно подползает, голову сует сюда в кадр. Так, ну, в общем, вот такая у меня была плодотворная неделя. Ну, понятно, что я эту неделю не работала, вышивала, и поэтому продвинулась хорошо. Следующую неделю будет меньше, потому что пора садиться за работу, хватит балдеть. Хотя так классно было балдеть. Вот эту картину, когда я вышивала, здесь тоже мало белого цвета, а в основном идут коричневые цвета. И также вышивала с большими фрагментами. Эту картину можно смотреть только издалека. Нужно смотреть. Можно, конечно, и ближе смотреть, но не будет тогда такого эффекта. Если детально разглядывать, то здесь очень большие участки, вышитые одним цветом. А издалека вообще смотрится классно, как фотография. Вот то же самое с кружевным букетом. Эта картина в похожей цветовой гамме. Хочется мне чего-то другого яркого. Снежный барс получается тоже у меня. Там белый, серый, голубой. Что-то хочется ярких красок. Пора мне перебрать мои процессы и достать какую-нибудь другую работу. У меня есть дольчевита. Там тоже много вышито. И, наверное, я на следующей неделе буду вышивать дольчевиту. Только я приготовила дольчевиту разложить вам. Надо было на это место обязательно лечь. Да, Ричард? Уйди, пожалуйста. Да, я зрителя поснимаю. Он хочет быть звездой, ребята. Он не хочет, чтобы я снимала вышивку. Он только хочет, чтобы я снимала его. И больше никого. Не дай бог кошек. Ага. Так. Ревнивец. Он прогнал их. Он прогнал кошек с дивана, чтобы я снимала только его. Красавец. Ах ты, рыжая морда, рыжая морда. На пяльцах у меня все свернуто. Понятное дело, что помято. Кстати, гладить нельзя, когда разметка. Это я для тех, кто снимает видео и хочет, чтобы это выглядело красиво. Рискуете потом оставить желтые полосы. В общем, вот так у меня вышито. Получается, что вышито почти три четвертые. Осталось одна четвертая. Здесь такие яркие цвета. Наверное, я буду вышивать дольчевиту. Размер 40 на 32 на 14 конве вышивается. Все текущие процессы я складываю вот сюда, в коробку. Раньше в пакетах хранила. А сейчас мне удобно, когда они лежат в одной коробке. Опять ревизор пришел. Если учесть, что я закончила яблочки и две игрушечки у меня вышито. В принципе, неплохое начало года. Нормально я стартанула. Тимур тоже занялся рукоделием. Вот здесь хотели закрыть трубу над колонкой. И он делает белую полочку. Вот она наполовину уже сделана. Сегодня, если успеет доделать, то повесит. А завтра ему на вахту. В общем, вот такие я выбрала процессы на ближайшее время. Я уже вам говорила, что буду стараться завершать. А вот этот процесс у меня больше всех уже продвинулся. Немножко осталось до финиша. И, наверное, нужно мне упор делать на него. Чтобы быстрее была завершенная работа. Это я вам рассказываю, какая у меня будет ротация. В общем, как я буду бороться со своими многочисленными начатыми процессами. Это не все мои процессы. У меня есть и от Золотого Руно начатые. И Мэгги Рукодельница у меня от Дименшинс начата. Но на ближайшее время буду вышивать на 14-й конве. Я уже говорила, когда у меня много работы, глаза от компьютера устают. И на мелкой конве я пока вышивать не буду. Пока вышиваю на 14-м каунте. Еще у меня есть подушка Дракон на 11-м каунте. Но там только-только начало. Поэтому отложу эту работу на более поздний срок. А сейчас все силы кину на Дольче Виту. В общем, решила так. Буду вышивать на станке Барса. Устану вышивать на станке. Перейду на пяльца. Пяльца более мобильные. Если нужно пристроиться где-то в другом месте, не на диване, то очень удобно вышивать на пяльцах. В общем, вот так. Пока буду чередовать. Когда соскучусь по пластиковой конве, то вышью еще одного снеговичка. Ну все. На этом я заканчиваю свое видео по процессам. Спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok